Сегодня в рубрике «Информационная безопасность» мы поговорим о прокурорском надзоре в сфере информационной безопасности несовершеннолетних. У нас в студии заместитель прокурора города Владимира Станислав Заруцкий. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. Итак, почему сегодня эта тема особенно актуальна и, собственно, как строится работа органов прокуратуры в этом направлении? Ну, актуальность темы информационной безопасности детей, она обсуждается уже не первый год. С развитием информационных технологий, дистанционных способов получения информации, методы образования, социализации детей отошли от привычных традиционных школ, таких как семья, круг общения и так далее. И дополнились средствами массовой информации, средствами массовой коммуникации, мессенджерами, соцсетями, сетью интернет, которые, безусловно, в настоящее время являются основной и важнейшей формой получения любой информации, как в рамках образовательного процесса, просвещения, культуры детей. Поскольку отследить получаемую детьми информацию, а тем более оценить ее достоверность и оказываемое влияние на несовершеннолетних весьма проблематично, в этой сфере требуется принятие конкретных и широкого спектра мер, ограничивающих доступ к негативной информации. Что касается прокурорского надзора, то надзор за соблюдение прав детей, он всегда оставался приоритетным в деятельности прокуратуры России, он охватывает множество сфер, это и образование, культура, социальная защита, здравоохранение, трудовые права. И в каждой из этой сфер при проведении проверок прокуратуру, безусловно, дается оценка законности в сфере информационной безопасности детей, поскольку современные реалии таковы, что с компьютерными технологиями, с информационными технологиями мы сталкиваемся буквально на каждом шагу. Какое законодательство регулирует данный вопрос? Основополагающим нормативно-правовым актом, регламентирующим правоотношения в данной сфере, остается профильный федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В частности, данным законом определены категории информации, запрещенной к распространению среди детей. В их число можно отнести побуждающую к совершению действий, влекущих угрозу жизни и здоровью детей, самоубийством, способную вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные вещества, алкогольную, табачную продукцию, заниматься азартными играми, обосновывающими применение насилия как в отношении иных лиц, так и животных, побуждающие к совершению противоправных действий, содержащие нецензурную брань, подрывающие основы семьи, пропагандирующие неуважение к родителям и к другим членам семьи, ну и другие категории информации. А какие существуют требования к образовательным учреждениям в сфере информационной безопасности? И выявлялись ли прокуратуры, был ли такой уже опыт нарушения в их деятельности? Образовательная организация – это прежде всего места, где учащиеся проводят основное свое время. Сейчас образовательный процесс, он тесно связан с информационными компьютерными технологиями, поэтому на образовательной организации, безусловно, лежит огромная роль в противодействии негативной информации. Компьютеры, используемые в данном процессе на уроках информатики, они должны быть оборудованы так называемыми контент-фильтрами, которые в автоматическом режиме осуществляют фильтрацию ресурсов, способных негативно отразиться на детях, либо содержащих сведения, доступ к которым, так скажем, детям запрещен. В рамках своей деятельности мы устанавливаем, что в настоящее время практически все такое оборудование, оно снабжено контент-фильтрами, вместе с тем имеются отдельные факты выхода их из строя, сбоев, которые продолжительное время не устраняются. Здесь мы реагируем, выносим в адрес руководителей образовательных организаций представления, в рамках которых данные нарушения устраняются, работа контент-фильтров, соответственно, восстанавливается. Но нельзя ограничиваться в рамках школ только информационными технологиями. Также значительную роль имеет, допустим, сверка библиотечного фонда со списками экстремистских материалов, которые ведет у нас Минюст России в рамках исполнения закона о противодействии экстремистской деятельности. Нельзя допускать попадания в руки детей такой литературы, поскольку сведения, содержащиеся в ней, могут быть восприняты детьми как правдоподобные и руководство к действию. Не всеми школами и иными образовательными организациями такая сверка проводится своевременно, иногда она только начинается после вмешательства прокуроров. И к тому же следует отметить, что образовательные организации, они включены в систему профилактики правонарушений и беспризорности несовершеннолетних. Эту сферу также можно рассматривать как одно из направлений работы с детьми. В частности, должны быть проведены уроки компьютерной грамотности, безопасного поведения в социальных сетях, в сети интернет. И, соответственно, основные моменты общения там. Что необходимо знать о безопасности при общении в социальных сетях? Ведь это, получается, распространяется на всех подростков, сегодня уже это становится частью нашей жизни. Да, сегодня молодежная культура такова, что она основывается на общении именно в социальных сетях, мессенджерах и так далее. Но данные средства коммуникации нельзя назвать полностью безопасными. Зачастую дети становятся жертвами мошенников, нечистых на руку людей именно с использованием таких средств. Общаясь с ранее незнакомыми людьми, ребенок не всегда понимает, с кем конкретно он ведет диалог, и данное общение таит в себе ряд опасностей. Это и склонение к совершению действий опасных для жизни и здоровья, так называемых прохождению квестов, либо же склонение к совершению суицидальных попыток. Также это может выражаться как провоцирование к совершению преступлений под предлогом проверки на смелость или на слабо, как говорится. Вовлекают нередко детей и в участие в несанкционированных, несогласованных протестных акциях. При этом их цель и направленность не всегда может быть достоверно известна подросткам. Используются подростки и в целях распространения ложной информации о деятельности госорганов и силовых структур. Как я отметил уже, зачастую несовершеннолетние воспринимают это как игру или невинную шалость, не воспринимая реально грозящую за это опасность. В этой сфере образовательная организация тоже должна вести определенную разъяснительную работу и сообщать детям о последствиях таких действий. Существуют сайты, откровенно говоря, не предназначенные для детей. Здесь только ли контент-фильтр может помочь? Сеть интернета – это, безусловно, основной, важнейший источник огромного объема информации. И не всегда она достоверна, не всегда направлена на благие цели. В частности, в рамках прокурорского надзора нами выявляются сайты, содержащие призывы и пропагандирующие к преступным устоям, вовлечению подростков в преступные сообщества, субкультуру. Также рассказывающие о методах и способах совершения различного рода преступлений, занятия опасными развлечениями, такими как зацепинг, например, что касается проезда на поездах с внешних их стороны, руфинг – это лазанье и бег по крышам с препятствиями, что, безусловно, создает угрозу. Данные сайты, органы прокуратуры вычленяются и принимаются меры к их блокировке. Также в последнее время сеть интернет используется для реализации запрещенных веществ, алкогольной продукции, бесконтрольного, так скажем. Поскольку имеются определенные требования законодательные, также данная информация признается незаконной. Нередки случаи, когда подростки по своей неосторожности, невнимательности приобретают что-то в интернете на сайтах, созданных мошенниками, либо под видом настоящих, либо откровенно фейковых. Нередки и факты, когда довольно известные сайты объявлений используются также в целях выманивания денег у подростков, предоплата, например, либо данных о банковских картах родителей или самих детей, если они у них имеются. Каким образом прокуратура может отреагировать на распространение запрещенной информации в сети интернет? Основным и наиболее действенным способом реагирования в настоящее время, конечно же, является предъявление искового заявления в суд. В его рамках мы признаем информацию, распространяемую с использованием сети интернет, запрещенной, если она подпадает под действие какого-либо преступления или административного правонарушения. И, соответственно, суд выносит решение о блокировке сайта. Затем данное решение передается в органы Роскомнадзора, которые, в свою очередь, уполномочены на блокировку данных ресурсов. Дайте, пожалуйста, рекомендации от прокуратуры, нашим зрителям, нашим телезрителям, родителям. Как уберечь детей от угроз безопасности в интернете? Такие угрозы, безусловно, сейчас имеют место быть. Они связаны прежде всего с бесконтрольным и продолжительным нахождением детей в интернете. Также основной причиной является отстраненность родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию, перекладывания этой функции на внешние факторы и иных лиц. То есть в этой связи необходимо более тщательно и более внимательно подходить к вопросам нахождения детей в социальных сетях, интернете. В этом могут помочь множество сейчас антивирусных программ, в которые уже встроены функции проверки сайтов на предметах вредоносности и содержания той или иной информации. А также имеются программы для гаджетов, которые позволяют отслеживать время нахождения ребенка в интернете, посещаемые им сайты, заранее установить ограничения по той или иной информации. Но, конечно же, родители должны проявлять особое внимание к этому вопросу, поскольку нахождение детей в интернете влечет и психические расстройства, их отстраненность, неумение общаться в обществе, находить взаимопонимание с другими людьми, что в последующем может привести к тому, что они станут изгоями в той же образовательной организации. А это, как мы видим, приводит в ряде случаев к неблагоприятным последствиям. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня в качестве эксперта в рубрике «Информационная безопасность» был заместитель прокурора города Владимира Станислав Зарусский. Спасибо огромное. Всем, конечно, нам безопасного пространства вокруг. Да, спасибо.